Друзья, здравствуйте! В рамках Social Media Club мы начинаем серию интервью с лидерами-экспертами рынка. И у нас в гостях первый гость – руководитель интернет-департмента группы компании «Edges» Михаил Вареницын, а также Раим Дадебаев, креативный директор компании «Базон». Миш, привет! Спасибо, что пришел. Привет! Привет! Вот Миша Дребен согласился поучаствовать в интервью. Это очень круто. Спасибо большое. Спасибо, что позвали. И у нас первый вопрос. Михаил, с чего ты начал свою карьеру в интернете? Какие были первые шаги? Это было, наверное, когда «Матрица» у нас вышла? Первая часть. Фильм? 2000? 2000 какой-то, да. Это, собственно говоря, мое увлечение всем, связанным с компьютером, началось с посмотра этого фильма. Под таким впечатлением находился. Потом пошел, записался на курсы программиста. Выучился, значит. И как раз это я, по-моему, школу заканчивал тогда. И думал, куда, собственно, поступать. И одноклассник, мой хороший друг, Тимур, он говорит, давай в Бауманту поступим. А я, собственно говоря, особо так математикой и физикой никогда не увлекался. Ну, я говорю, ну давай, что? Ну, и вот, как бы, оттуда все увлечения техническими специальностями, дисциплинами. И дальше... Вроде поступил, через какое-то время бросил и вернулся сюда в Алмату и начал работать с руководителем мультимедиа IT-департамента, то есть в компании Пятый этаж тогда еще. Делали сайты мультимедиа презентации. Ага. Вот. Потом выросли и я решил отделиться, сделать собственную компанию Adore Interactive, она называлась. В принципе, занимались тем же самым, да. Плюс еще добавился видео продакшн туда. Ну, это как раз был год, когда рубанул кризис, собственно говоря. И для молодой компании очень важен постоянный кэшфлоу. Постоянные деньги шли. Ну, наступил кризис, деньги заморозились и, собственно говоря, пришлось закрыться. Вот. И после этого какое-то время занимался поисковой оптимизацией в Рунете, то есть делал собственные сайты, собственные проекты и в Рунете раскручивал их, там, пытался продавать рекламу. И в итоге вернулся в Regis Media. Собственно говоря, возглавил там, инициировал создание Digital Department. В 2009 году в конце это было. Тогда Nokia очень активно пошли в интернет, и им, соответственно, нужен был некий специалист на стороне агентство именно в Digital. Вот. И, ну, сейчас вот мы выросли уже до, кстати, у нас 8 человек. И по людям выросли, и по оборотам, и по клиентам выросли. Собственно, вот как-то так. Такая мини-предыстория всего этого дела. Да. Ты говорил, что, ну, вот, Digital ты возглавил. Вот. Как ты понимаешь Digital, и есть ли у нас он в Казахстане? Ну, многие, как бы, когда говорят о Digital, имеют в виду интернет. Там мы, когда приходим, презентуемся клиентам, нас тоже задают этот вопрос, то есть почему Digital, почему там не интернет-реклама. На что мы отвечаем? Как бы очень просто, да? Мы не останавливаемся, не ограничиваем себя рамками только интернета, да? Мы работаем с любым интерактивным медием. То есть мы разрабатываем там приложение для сотовых телефонов. Сейчас сделаем там интерактивную панель с управлением жестами. Вот. Поэтому для меня Digital это, собственно говоря, вся вот инфраструктура, индустрия, связанная с цифровыми технологиями, да. А как у нас в Казахстане с Digital? Как считаешь? Ну, вы знаете, вот, мы часто ездим в Москву к нашим партнерам, да, и там встречаются несколько стран. Мы, Украина, Турция, Россия, Беларусь. И обмениваемся кейсами, да, показываем друг другу кейсы. И, ну, то, что мы показываем, это удивляет наших коллег. Конечно, то, что показывают наши коллеги, удивляет нас. Но самый главный и важный показатель, то, что мы демонстрируем, то, что мы делаем на нашем рынке, это коллег радует, да, и они это достаточно высоко оценивают на своем уровне. И то, что я вижу, в принципе, как бы в году 3-4 кейса бывают неплохих. Именно в интернет-рекламе, интернет-среде, либо какие-то там, особенно в этом году, всякие проекты с пальцами начали возникать интересные. То есть, потихоньку как-то все идет. То есть, у нас, в принципе, есть шаблоны уже готовы, да, там, американские, российские, и поэтому мы быстрее, динамичнее развиваемся, но у нас нет вот той базы, которая долго накапливалась у западных стран. То есть, они все сами пробивали, а мы пытаемся через голову прыгнуть, а в результате у нас там опыта не хватает. И получается засада. То есть, кто-то что-то делает, вроде красиво, но куча непродуманных моментов. Да, да, да. А почему это поиск? Ну, как я уже сказал, да, то есть не хватает опыта, специалистов-то вообще нет, в принципе, готовых. Которых можно там пойти схатить. То они есть, конечно, но их там единицы, да, можно по пальцам, по пальцам одной руки пересчитать. И стоят они очень дорого. А бюджетов с другой стороны нет? Или есть? Ну, смотря для чего бюджетов. То есть, чтобы... Такой специалист прокормить себя может как в компании, так и самостоятельно, да. Другой вопрос, что бюджеты приходят, их становится все больше, мы там каждый год растем там на сто сто пятьдесят процентов по бюджету. Вот. Я считаю это так показательно. Вопрос в том, что мы, конечно, не можем пока сравниться с медийными там, ТВ бюджетами, бюджетами в наружке. Ну, вот я вчера разговаривал как раз вечером с таким очень крупным рекламодателем и сошлись на прогнозе о том, что, скорее всего, в следующем году появится первый миллионник, то есть рекламодатель, который в интернете миллион потратит. Ого-го! Это все будут знать, кто это сделает, что это сделает. Вот. Так что... В разговоре мы сейчас видим, что есть проблема на рынке с кадрами. Как думаешь, каким мы можем решать? Я могу рассказать на собственном примере, да. То есть, сам Ладно-самоучик как-то дошел, опять же, да, очень долго этим занимался и когда я решил там вплотную заняться интернет-рекламой, у меня был накоплен большой багаж и в программировании, и в дизайне, и там, во всем, в поисковой оптимизации. Вот. И когда стал вопрос там, собственно говоря, кого брать в помощники себе, да, как развивать этот дел, я убедился, есть два метода. Первое – это брать из креативных агентств людей, аккаунтов, там, креативных директоров и их натаскивать на диджитал. Если нужны медийщики, те, которые размещают, да, нужно брать людей из прессы, потому что пресса – это самая близкая медиа к интернету в плане форматов. Вот. Ну, только взращивать, в смысле. Есть, конечно, там, если у вас есть деньги, вы возьмите кого-нибудь из России. Ну, вот вариант, например, удаленно кого-нибудь покупать, да? Не всегда получается, потому что, там, если клиент такой серьезный, он требует постоянного вовлечения, и там нужно ездить на встречу, нужно клиенту объяснять, потому что клиенты в большинстве в своем не понимают, как это все работает. Нужна постоянная работа, day-to-day контакт, поэтому можно аутсорсить, там, какую-то программировскую часть, потому что даже с дизайном не получается аутсорсить. Я вот слышал коллег в Москве, такая фишка поперла, они нанимают там ребят, которые там где-нибудь на острове Гоа сидят и являются комьюнити-менеджерами, и оттуда работают. То есть по зарплате это очень хорошо, потому что в Гоа это там 500-1000 долларов это очень большие деньги, в сравнении с Москвой. Тут же надо сопоставлять риски. Ребята на Гоа, мало ли что, они там сегодня... Да-да-да. Есть куча других поводов на Гоа, чтобы не выйти на работу, поэтому... Есть риски просто, которых там лично мы себе позволить не можем. Да. То есть у нас там есть варианты, если человек болеет, у нас всегда есть, кто его заменяет. Поэтому... А сколько у вас сейчас человек в команде? Восемь человек. Восемь человек. На сколько сложно направить агент к вам? То есть... Какие качества для этого нужны? Да ну... Все от команды зависит, на самом деле. То есть если подбирается хорошая команда, не людей, которые пришли на работу работать, да, а людей, которые болеют там за это дело, которые этим живут, инициативных людей, то... Чтобы ими управлять, просто нужны там менеджерские качества, да, собрать их все в кучу, чтобы они там не расплывали своих безумных идей, чтобы башню не срывало, держать в какой-то там, в каких-то рамках, в то же время давать возможность развиваться, давать возможность свободы. У нас, потому что есть, собственно говоря, правило, да, один час в день сотрудник тратит на... что хочет делает. Это когда это? Вечером, днем или в любой районе? Вечером. После пяти сотрудник может встать, ну, в рамках работы, в рамках собственного саморазвития, может делать что угодно. Хочет там, может, сайт для бабушки для своих сделать. Что угодно. книжку сесть почитать. Окей. Вот. А то, что касается управления, менеджерить надо. Ну, понятно, да. Все. А остальное... И то, ну, это как бы приходит, менеджерство с опытом приходит, да? Там, закончишь менеджерские курсы или выйдешь из университета, ты не сможешь там правильную задачу поставить. Ты будешь знать, как это в теории делается? Ну, практика нужна. А когда ты начинал, сколько тебе человек в команде было? Ну, или там... Начинал я один. Ага, дальше? То есть, потом взял Женю Петчагину, она работала в отделе прессы. Ага. Потом взял Оксану Болдычу, она работала в... Господи, как она называется так? JWT. Ага. Это креативное агентство, очень хорошее, очень известное, большое вот. И так получилось, что Оксана заинтересовалась сферой digital. И за два года она очень сильно выросла, на мой взгляд. То есть, креативщики очень хорошо растут в плане... У них есть очень хороший бэкграунд в области анализа бренда, анализа инсайта целевой аудитории. И когда это все там примешивается к медийке, да, оно... То есть, рекламодатель видит, там клиент видит целостную картину того, какой подход мы избираем, как мы это тактически реализовываем. Поэтому, очень важно. Мне кажется, digital там больше все-таки инструменты и некая среда, да, которая очень хорошо помогает и способствует развитию, распространению хорошего креативного сообщения, упаковки. так. Вот так. А вот еще есть две модели, то есть, работаете у клиента либо в агентстве. Как ты считаешь, какая модель наиболее оптимальная? по-разному бывает, да, по-разному бывает, есть задачи, ориентированные, ну, не то что ориентированные, которые могут решить на стороне клиента и должны решать. И там вопросы связаны, там, допустим, авиаперевозчик, да, почему задержка рейса? Если на этот вопрос будет отвечать СММщик, сидящий там в агентстве, он будет звонить клиенту, спрашивать, почему, клиент будет говорить, я не знаю, сейчас позвоню в департамент авиаперевозок. Но когда СММщик, в данном случае, сидит в агентстве, у клиента, он сразу это все знает, все может быстро ответить оперативно. Поэтому в этом случае лучше, чтобы у клиента сидел. Но, есть большой минус, когда человек сидит у клиента, он застаивается, у него мозги деревенеют, он сосредоточен вот на одном, он не видит, что вокруг, он не видит возможности. А когда работаешь в агентстве, ты постоянно анализируешь, что происходит вокруг. Ты постоянно учишься, постоянно видишь новые кейсы, видишь, что делает конкурент, хочешь сделать лучше. И растешь, соответственно. Да. Динамик есть. У меня там за три года существования агентства были случаи, когда сотрудники хотели уходить на сторону клиента, их звали. Просто наглым образом хантили. Да. Ну, отговаривал, потому что, единственный аргумент в том, что тебе в агентстве будет интереснее, чем там. А там денег больше платят? Ну, не всегда. Просто, кто-то хочет поработать на стороне клиента. Это нормальное желание. Пока у нас рынок диджитала развивается, растет. Очень быстро, динамично. Каждый день что-то происходит. Эпохальные какие-то события происходят. Да. Сейчас вообще, прямо с сентября, лето еще было затишено, как всегда в рекламном бизнесе. А с осени, прямо поперло, что тут все, что-то хотят. к Новому году готовятся, давайте. Сейчас, да, война какая-то начинается среди конкурентов. Да. здесь вот, кстати, к слову о конкуренции, уже есть агентство, да, и мы видели кейс. Один, шумиха поднялась в социал-медиаклабе, да, в группе в фейсбуке, когда Samsung сделал кейс. Разместил технически, ну, реально, прям высший пилотаж. очень прикольно, все это шевелится, очень красиво в плане дизайна, ну, достаточно на уровне. Вот. Но вопрос, вот, был твой в размещении, вокруг чего все началось. Как ты? То есть, когда я там говорил о том, что неправильно было сделано медиапланирование, я имел в виду не только там площадки, да, не только, что они там на Kiwi разместились, или на Uvision с телевизором, который, то, что демонстрировалось в ролике, да, телик плюс сотка. Ну, это вкупе все будет стоить не меньше полмиллиона. Да, да. Сколько бы там телик там, даже если 300, хотя вряд ли кто-то будет себе такой телик покупать за 300 тысяч маленькую диагональ, да, то есть, если уж будет, то, в общем, это премиум-продукт, фэшн-продукт, это продукт, который могут себе позволить те люди, у которых эти там полмиллиона не лишние деньги. Вот. Соответственно, я сильно сомневаюсь, что на Uvision любимая часть аудитории может себе это позволить. Самое большое недоумение у меня было в том, что формат был избран. Очень странный. То есть, во-первых, я очень долго пытался там ее закрыть, чтобы оно не выплывало все, да, но все равно выплывало. То есть, не было реализовано. Да, по-моему, первое время нельзя было закрыть, и даже если нажимаешь закрыть, только молочить и открыть. Сейчас уже переключили, по-моему, сейчас уже можно закрыть. Да, в том-то и дело, что оно как бы, я говорю, когда вот эти все споры были, я сказал, да что, я в данном случае выступаю там с разных позиций, как потребитель, как простой интернет-пользователь, и как агентство, да, и с каждой стороны я могу какие-то свои претензии предъявить. Да. Не претензии, претензии могу только с точки зрения потребителя предъявить. Комментарии с точки зрения агентства, вот. И поэтому, с точки зрения медиапланирования, было много лишнего сделано. То есть, сейчас не работает ситуация, когда пользователю говорят, вот продукт, пользуйся им, он модный. То есть, это вот такое менторское отношение было в начале двухтысячных. У нас, в Америке, это там давно уже все прошло. Сейчас пользователь генерирует контент, сейчас пользователь выбирает то, что ему хочется. А когда пользователи заставляют выбирать вместо его самого, его это начинает раздражать. И меня это тоже, как интернет-пользователя, раздражает. Многие ушли из традиционных медиа, ну, то есть, не потребляя традиционные медиа, ушли в интернет, потому что не хотят вот этой некой диктатуры со стороны брендов, они хотят диалог. Ну, а получается это опять диктатура. Ну да. Вот с такими кейсами получается опять диктатура. Я не скрою, да, мы делали вот в начале своего существования много таких кейсов, когда мы делали фудскрины, расхлопы, там, какие-то раздражающие вещи. Сейчас я уже понимаю, да, но вот за последнее время ничего такого не делали. Мы ушли от этих форматов. Мы понимаем, что это раздражает, это отвлекает, это не решает поставленные задачи. То есть, это вызывает негатив. А работа с негативом это дополнительная работа. Зачем она нужна? Зачем вообще порождать негатив у пользователя? Хочет платить за это деньги. Поэтому для той же Нокии, да, на Киви у нас было размещение, оно было очень незаметно. В верхнем меню там мы просто ставили кнопку магазин OI. Ага. Вот это был действительно нестандарт, такой позиции вообще не было на сайте. Мы ее придумали, там, спасибо Стасу, реализовали. И показатели, самое главное, были очень хорошие. То есть, там задача была клики, регистрации привлечь на сайт, да, и мы стоимость за клик уменьшили в два раза. Вот этой кнопочкой. Потому что у нас сетяр увеличился, собственно говоря, в два раза, поэтому стоимость за клик упала. Для нас это стоило, как размещение обычного баннера, собственно говоря, на кнопку давало больше переходов. Да, маленький медийный креативчик, который вот такой вот... Мы вот вставили в контент. Вот. И там другие наши кейсы, там вот на, там, на неделе Казнета, и мы рассказывали про манговский кейс. Отличный кейс. Вот. Там тоже как бы без отрыва от контента, да. Fashion site, fashion brand, fashion конкурс. Вот. Пользователю надо давать то, что его интересует на данном конкретном сайте. С другой стороны, вот это вот подход медийный такой сбомбить все, там, почему бы, с другой стороны, почему бы и нет, Coca-Cola тоже по городу вешает везде баннеры, и как бы... Ну, баннер на тебя не падает, когда ты по татуару идешь, правильно? Да, да. Вот. Поэтому, бомбите, пожалуйста, в стандартных местах. Вот есть баннеры, да? Кто захочет, делайте хороший креатив. Кто захочет, увидит. Кто не захочет, ну, дайте ему почитать контент-сайт. А как ты думаешь, почему это получилось, что вот так разместили, что ну, вот действительно сделали кое-какие лишние там действия, лишние деньги были потрачены? Ведь на самом деле можно было сделать, ну, более рационально расходовать деньги. Почему это произошло? Потому что ребята пришли не из медийной сферы, не изучали, судя по всему, никогда там коммуникационные возможности интернета, как вообще воздействовать в интернете на пользователя, не анализировали это, да? Пришли клиенту, ну, зная ребята, которые это все делали, да? Они очень хорошие, не классные специалисты в техническом плане. Да, в спору нет, красавцы. Вот. Они пришли и выдали там вот клиент, вот тебе вот такой кейс, мы сейчас как бомбанем там и всех удивим. Ну, удивили, да. Но вот в таком хорошем или плохом смысле это большой вопрос. Мы вот не мониторили, но сколько больше позитивных или негативных все жертвов, потому что ювиженски, они стояли за свое, вот классный кейс, смотрите. А ювиженски, они же зомбики все. То есть им как партия скажет, так они и будут комментировать. Понятно. Вот. Поэтому, я говорю, у меня честно, когда ко мне клиент приходит и говорит, мы хотим разместиться на ювижене, я говорю, будьте готовы к негативу в таком случае. Вообще размещаться где-либо, где есть, можно ответить на это размещение. Да. Очень опасно, надо очень аккуратно. Вот этот кейс с Самсунгом присутствие селебрити даже по-моему не сгладило. Ну как селебрити, ну о чем ты говоришь? Интернет селебрити. так скажем, публичные люди. Да, публичные люди. все-все классно. Да, хорошее ребята там снять как и качество роликов классно. Вообще весь продакшен отлич. Это когда один раз смотришь ролик, ты можешь в это поверить, когда ты из роликов в ролик смотришь, какой классный телевизор, попалась на телевизор что может донести я уже понял да что хороший я честно говоря увидел там телек это в миге да посмотрел действительно хороший телек но так вот сидите на телефоне что-то печатать там твитить это не только вышел уже давно где-то с полгода почему так поздно они разместились на и вижне готовили на даме просто рекламодатели на осень обычно остаются деньги рекламодатель говорит давайте жахнем по поводу там негативных отзывов то есть я говорю я потребитель да и мне очень неприятно когда со мной так разговаривает клиент вернее я для него клиент уже получается то есть работа как я написал на плохой кейс пример плохого кейса работа с негативом то что было очень было показательно очень интересно вот все это было посмотреть как это произошло агентство которое это дело она молодой она хорош да у них хороший день но они пока еще зеленые мысли я не хочу обидеть никого да ну растите а потом кричите на всю страну что вы профессионалы докажите что вы что-то умеете они сделали там несколько кейсов с энергетиками которые были абсолютно бестолковые но они развивались вот то что я смотрю в техническом плане у них все зашибись они сделали там этот баннер битва за лос-анджелес по моему на киеве висел нас влетающим вертолетами вообще супер но в плане мизином они пока еще не созреть желаем развитие абсолютно без всякого негатива и плохого пассива да потому что также и нас можно комментировать вот если мы что-то сделали так можно нас тоже попытаться задолбить но мы будем отвечать то же самое стоять за свое то есть понятно а вот сейчас еще горячая тема это роли китай когда ты можешь подсчитать тебя и во первых надо правильно ставить в начале компании да потому что приходит там агентство клиентов даже прошу кучу пояснив что кипятенцы может тут не знаю ну собственно говоря теперь это ключевые показатели по которым измеряется эффективность чего-либо в частности там рекламной кампании до роя это там некий процент конверсии отдачи от инвестиций то есть в отвращенной инвестиции такого да когда компанию планируют теперь сразу правильные проставляют очень важно то что просто это правильно тебя и потому что по ним потом придется отвечать перед клиентом то есть что может быть кипяем да к примеру там количество приведенных пользователей на сайт как вариант количество подписанных заполненных анкет я не знаю там количество показов баннера да что угодно может быть теперь ну важно их правильно установить да когда вы размещаете имиджевую рекламу и говорите наш кипя это там сетя ну это тупость полнейшая вот кипяем там в данном случае может быть всплеск поисковых запросов например на заданную тему да и мы это видим там запускаем компанию какого-нибудь там сотового телефона там м8 да и мы реально видели в гугле там началось вот такая такой график всплеск поисков по этому девайсу вот пожалуйста да что касается рои да твоего по считаю сильно очень сложно почему сложно потому что сложно отделить что повлияло действительно там на рост продаж или на падение продаж но есть там ряд размещений как который проходит скажем только в интернете далее или там только в наружке только на лице какой-нибудь тогда можно высчитать но чаще всего лично у нас бывает на штабхолдинг большой мы всем занимаемся и медикой традиционной в том числе и чаще всего там наши сетевые клиенты они размещаются комплексно да и поэтому посчитать в купе от рекламы мы считаем мы считаем мы там по концу посередине года отчитываемся перед клиентом вернее клиент говорит на наши данные мы сопоставляем с тем что мы сделали в итоге приходим чего-то вот но там действительно вот брали говорил что там модные словечки это стали в последнее время там покажите теперь покажите роль покажите там процент конверсии на кто показывает смысле во первых это кондициональная информация никто не даст ее пока ну да как бы во вторых никто и не считает и самое страшное что теперь это никто не ставит да ну может быть ставят на единицы опять таки да это больше такое уже профессиональное грубо говоря выражение такой профессиональный термин который использует реально большинство агентств и когда они креативят что-то они понимают такие какой выхлоп будет конечно когда ты думаешь креативно чтобы сделать очень крутое красивый проект ты особо не задумаешься теперь ты задумаешься о том что как бы этого видео красиво с другой стороны может быть клиенты не критично относятся к 5 я вообще хочу сказать да что клиенты становится это более требовательный этого может быть там не видно на небольших клиентов на локальных клиентов которые только-только там заходят в интернет хотят это все попробовать но это очень хорошо видно на сетевых и крупных клиентов там сотовый оператор к нему просто так вот ну я уверен да там не придешь не скажешь давайте жахнем и жахнем вот поэтому там приходится доказывать там когда мы делаем продолжение мы начинаем там с анализа целевой и не просто там по 17 35 до мы анализируем там кто эти люди их портрет чем они занимаются и анализируем это многие говорят мы проанализировали проанализировали где в голове у себя какие у вас инструменты для анализа у нас есть там тенни сбила да у нас есть куча исследований реально у нас есть большая накопленная база исследований но что что вот что новое агентство оно пришло на рынке что они анализируют да блоги почитали фейсбуке есть есть понятие там репрезентативная выборка да когда отбираются не просто там провести исследование в рекламной в рекламном сообществе будут одни результаты до провести вот я там создавал опрос вчера надо как оплачиваете покупки да и там все банковская карта но вы выйдете он на первом марту спросите как выплачиваете покупки в интернете а вот поэтому выборка должна быть репрезентативно во первых количественно во вторых качественно и эти исследования у нас есть и по ним мы анализируем да у нас есть конечно там агентская оценка всего этого дела то есть мы естественно очень придирчиво относимся к тем результатам которые получаем от исследования и мы комплексно к этому подходим а многие просто скидку да там вот так вот из головы ну да это есть ну потому что агентство новые молодые реально я знаю ты не дешевый струк белок не не дешево стоит чтобы купить ну да проблема в том что у нас агентство приходит а мы сейчас порвем весь рынок мы там молодые голодные умные хитрые рвать рынок уже не получится уже есть там три-четыре агентства которые вот они себя и может быть там мелкий агентство возьмет какой-то моментом хорошего клиента это было бы чего же также может но рано рано или поздно большие клиенты разойдутся по большим агентством так как это сейчас происходит в традиционных медиа есть там конечно клиент там на личных договоренностях каких-то но опять же это все уходит это все уходит уходит потому что темно качество клиент хотя и западный менеджмент мне кажется приходит сюда в большой как большинство крупных сетевых компаний западные компании и там у них есть там менеджмент запада и они их муштруют чтобы все было хорошо и сами клиенты уже приходят с позиции до западного менеджмента и разговаривать с агентствами давать что ну вот касаясь модных слов то есть теперь а герои также сейчас смм уже стало модным словом многие люди в смм не знаю что это такое то есть какие потом мы должны требования к самому специалисту нужны вообще как он выглядит да он делал именно профессионал хорош специалист я тоже себе задают вопрос очень часто у меня есть там и самимся в команде но смотрю иногда и думаю что он делает постоянно сидит в соцсетях да это большой вопрос для руководителя потому что многие закрывают социальные сети своим работникам чтобы те не тратили время с другой стороны как-то закроешь своему чуваку сеть что он работает просто вот smm на мой взгляд это немножко шире чем там один человек это больше чем один человек вряд ли сможет справиться с работой с smm то есть вообще там social media marketing таких тогда что он делает а где там вот какой-то анекдот был про своем чеку загадка что один лампочку вкручивает другую вот он продвигает кто-то должен то есть из чего должен состоять некий там smm отдел да вот по моему разумению из копирайтера из аналитика из креатора ну наверное как бы из модератор модератора аккаунта комментируют на комментируют то есть над ними над ними должен там стоять некий директор который будет организовать всю их работу а один человек он зачастую не может быть и аналитиком и там нарисовать картинку какую-нибудь или даже инициировать процесс чтобы кто-то нарисовал он не задумается там своими силами что-то сделает найдет картинку в интернете копипастнет ее и все все счастливы ценности сама генерации уникального контента в оперативное реагирование на вопросы да друг от других инициирование каких-то активностей обсуждений либо там проведение каких-то конкурсов вот поэтому ну вот если есть такой человек оркестр мне порекомендуйте возьмем на самом деле еще мы сами ищем вот за таких как раз таки борьба и будет но вот здесь вот важный вопрос вот в ком-то увидеть проглядеть это и ну все-таки подхватить и развить вот здесь вот какие вот как ты считаешь какими такими ключевыми может быть человеческими и с мм-щик должен сам быть по себе интересен миру то есть это не должна быть серая личность он должен заниматься собственным творчеством каким-то он должен быть интересен без своего клиента его должны читать он должен уметь сам заинтересовать аудиторию то есть если у человека есть такие качества он сможет и наверное сможет там как-то продвигать бренд социальных сетях то есть прежде всего человек должен быть уметь вызывать интерес к себе да если там условно говоря в толпу выйдет павел воля да и толпу выйдет там какой-нибудь обычный мужик да как отреагирует толпа по-разному да то есть даже он ларизма нужно там нужны опытом возможность и умение общаться с аудиторией не надо там бояться урлинга да сейчас взять какого-нибудь копирайтера из газеты там напишут серьезную статью и там начнутся хи 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 ха 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 то что мы видели ссори в самсунге когда приходит клиент начинает там про железь говорит о чем тут жалче вот поэтому кремень должен быть человек кремень до что нужно какие шаги предпринимать чтобы начать проект в интернете и успешно его закончить да вот закончить это важно чувствуется наболевший мы сейчас плавно переходим от агентской рутины более такую клиентскую что не так сказать или до бизнес чтобы закончить нужно иметь план действий строго ему следовать это это основное да многие начинают беспланы а потом непонятно куда идут и забрасывают эту идею ничего не получается нужно какие-то там временные задачи ставить расписывать во времени свой проект это расписывать его там необходимых инвестициях чтобы закончить чтобы открыть опять же не создавайте агентство хватит задавайте узконаправленные создайте агентство по поисковой оптимизации создайте агентство там по ну или сайт то же самое не делайте портала все не делайте социальных сетей и есть уже монстры которые вас все равно рано или поздно победят если вы конечно там неинштейн и не сделайте что-то вау но если вы такой езжайте в силиконовую долину делаете на нам почему лучше через здесь надо делать тематические тематические сайты и слава богу они там начали появляться тоже там айдрайв кизы от хорошей сайта вот как-то казнает начинает обрастать такими даже там по фейсбуку смотрю очень много групп появилась разной тематики как как и сайтов собственно говоря и вот мой совет делайте узкоспециализированные вещи на делайте тематические вещи там в россии есть легендарный тематик медиа который нам сделали хабру который сделали автокадабру лепру логистана и все прочее супер же здесь вопрос такой вот больше менеджерский у человека есть идея он у меня идея сейчас всем расскажу такая идея дайте мне деньги да я могу сказать таким людям до приходите к нам потому что у нас уже два проекта так реализовано когда пришли с идеей сказали что нужны деньги либо там какие-то усилия мы эти проекты сделали например можешь озвучить не могу они смысле не вышли или еще выходят или они не до конца там я просто не он не очень хочу озвучивать там всю эту структуру как 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 это делается в рамках чего но делается то есть важно же не в методский там с кем ты сделал чтобы сделать его поэтому приходите по крайне мере там опытом поделимся подскажем да к нам там даже приходят клиенты там имеющие журнал да свои скажем это издательство печатные данные говорят там мы хотим сайт и мы на каких-то партнерских началах его делаем там дальше вместе раскручиваем скоро фрага все хотят денег конечно в итоге в чем выгода и ваши ну их понятно они все делать нечего или там боль по большей части они мы же не говорим то мы вам сайт сделаем и все да мы говорим мы сделаем сайт будем там рекламными подавать например вот там выгода какая у нас там эксклюзивные условия им выгода прямая не развивает развивает понятизация их портала сразу этом сайта вот и сервисов на сервисов вообще нет указан этих никаких да вот приезжал товарищ с москвы говорит мы с ним рядом сидели и пытались найти машину заказ и реально столкнулись с тем что очень тяжело эти два-три работающих сайта у которых больно так более-менее внешний вид и когда звонишь там машин почти нет но особенно выходные один из вариант на вопросном актуальности контента на сайтах он конечно такой острый особенно на сервисных как раз таки про контент что сделал казак телеком молодцы сделали широкий там широкополос дали людям еще больше интернета трафика и так далее но я правда не знаю статистику точно но мне кажется большая часть контента уходит на внешние ресурсы то есть по сути наши раскрыли еще больше канал а трафика тоже деньги так вот идея в том что казна это надо развивать в плане контента да и реально делать тематические хорошие сайты нужен хороший контент хороший контент генерят умные эрудированные люди вот что здесь сделать как считаешь может быть у кого есть деньги как-то способствовать находить ребят или вот или икбай в ки проекту успоко и да хороший же проект собрал вокруг себя кучу талантливых ребят там и вложения были хорошие нашел же человек другого человека который дал денег да ну классно почему-то почему другим так не сделать если хочется писать пишите креативте интернет сейчас столько возможности для креатива сайт можно создать там за пять минут любым конструктором пожалуйста пишите нам на том же vision и пишите пишите там на хор кейзы да много еще сайтов блога с кейзы где можно писать в фейсбука вконтакте программисты делаете там приложение для тех же соц сетей это сейчас все очень актуально популярно контент на генерить но проблема в том что все кушать хотят да вот это основное поэтому ну или банк нужен как бы тоже в миге работает его основная занятость до забрать у него мегал наверно тоже ну как бы не очень будет доволен доходами от вовс попули поэтому очень много примеров таких хороших креативщиков копирайтеров и вообще деятелей связано с людьми которые где-то уже работают состоялись как личности и дальше идут просто самовыражаются начинаются да потом может быть перерастет во что-то больше то есть здесь как бы не надо ничего стимулировать все должно своим эволюционным ходом не надо прыгать выше головы если ты закончил универом только что там по специальности программиста не надо строить себя гору если ты закончил факультет журналистики не надо строить из себя мега писателя поработайте по специальности на кого-то наберитесь опыта хотя бы там лет пять-семь мы выросли на фильмах социальная сеть когда там молодой марк цукерберг там раз и улетела и миллиардер и вот тоже аху охот с одной стороны но тут такой большой вопрос до вас взлетел взлетел он за счет чего взлетел за счет идеи которую он там позаимствовал да или взлетел за счет инвесторов то есть два факта за счет хорошего маркетинга продвижение этого всего дела за счет хорошая маркетинговой идеи вообще да то что это было из начальники там закрытый клуб куда приглашали понятно что это все преподносится фильме как само собой разумеет но фильм фильм кстати очень понравился очень оправдал фильмов файсбуке зарегистрировался и моя жизнь изменить вот но вот обращаясь к тем людям которые посмотрели такие фильмы там про белов гейтсов про суперберга и других и такие у меня тоже это получится примеров неудачных историй значительно больше чем примером просто не знаю да просто о них никто не говорит но в то же время не надо как бы бояться начинать что то делать если у вас есть для этого возможности если у вас есть идеи вы в нее верите делаете но как бы подавайте себе отчет что для вас по что ли во вас это выдаётся вы можете остаться без денег вы можете остаться там бескрышенных головой рог58 вы можете там кому-то дорогу перейти этим проект ну мало ли что может быть у вас там будьесь программе там три недели от вас жена мало ли да всем рекомендую почитать книжку стартап называется гайка вас а для кого шагана очень хорошие там как раз такой стимул очень хороший дается мотивация для работы и при этом рассказано там как не разрушить все в ближайшие там пару месяцев вот мы переходя к теме источников знаний расскажу вот и книги сайт рсс может почитать я читаю сейчас я вообще стараюсь такую литературу связанную с профессиональной деятельностью не читать потому что первых сложно что-то выбрать стоящие тут то чего во-первых не знаешь еще просто очень много на практике и если ты впахиваешь дает целый день тогда из работы очень много узнаешь тебе постоянно возникает вопрос на которую ты ищешь ответы не в книжках ищешь а там в интернете спрашиваешь у коллег да либо если нет вообще такого ответа то думаешь как сам это делать мы вот не так давно реализовали компанию когда банера внедрили прям кнопки лайков прям сам медийный баннер флешевый внедрили кнопки лайков до нас вот я не видел кто кто это делал даже в рунете даже в мире не не видел то есть я искал примеры мы это сами все продумывали выдумывали рисунок рисунок бренд был кисел бренд вот собственно говоря мы для них там продакшен по баннерам делали но вот придумали такую вещь и она была новая и как бы помимо того что дал медийный охват она еще дал социальный охват люди кликали вот поэтому источники знаний если что могу сказать не зацикливайтесь на диджитали расширяйте кругозор свой гуляйте просто по улице смотрите на людей вы много подчеркнете из жизни обычных людей что многие ходят рекламу там сидят на фейсбуке сидят на каких-то таких подвинутых кору до ресурса у них все так классно и не считаю что все люди остальные также живут начинает мерить по себе надо как-то вот смотреть чем занимается народ собственно говоря который без фанатизма относятся к интернету чем пользуются чем увлекаются вообще там сходить с друзьями футболка играть вот это хорошая тема я настольный теннис играю давай сыграем ну я говорю может сама это не согласится да особенно там начинающих читаете но действительно развиваетесь читаете устраивать с ассистентами в большие агентства вот этот самый лучший кстати способ развиваться устраивайтесь там да без зарплаты устраивайтесь в агентство полгода там проработать и вам полгода даст то что вы сами будете года три нарабатывать потому что вам становится доступны там все наработки клиентов все кейсы внутренние течения вы начинаете уже понимать что происходит на самом деле они не они не могут читать это там из блогов ювижения ну вот я помню у меня происходило я когда тоже узнал вот это все прям фанатизм я стал все перечитывал все смотрел и действительно прям очень хотелось и ничего другого не не а потом как критическая масса накопилась и все и уже реально не лезет охота это наоборот уже выдачь что-то и наверно это похоже ну да как когда когда что-то накапливается это нужно выражать естественно да ну и в дизайне есть другой даст там совет хотите стать хорошим дизайнером возьмите перерисуйте несколько работ других дизайнеров даже несколько лучше там соль в несколько сотен работ сам ну самых обычных работ так то что крутые может быть нам сложно будет понять как это сделать обычных работ сделайте то же самое там к интернет рекламе примем и модель не шарашьте вы всякими глупыми не стандартами начните хотя бы грамотно размещать традиционную медийку делать хорошие там посба и отчеты делать хорошее планирование запускайте компании срок сейчас полу то хочет в интернет рекламе продвинуться они уже в медийку не лезут то что есть грубо говоря гиганты такие которые уже медийные которые традиционными дики когда и лезут в smm да и лезут да вот здесь как бы большие агентства туда не идут в основном то что там ну реально для них небольшие деньги мы идем вы самым мы идем и я объясню почему дам мы называемся там полно сервисное агентство цифровых коммуникаций у нас есть в спектр который может понадобиться клиент у нас есть и креатив и самым и поисковая оптимизация подвижения контекстная реклама медийка программе все чем хотите вот поэтому это см мы обойти не можем мы туда идем но как бы особо сильно там внимание этому направлению не уделяем без фанатизм опять же да по мере необходимости мы можем усиливать но так но самым создает много проблем на самом деле сейчас потому что приходят школьники которые там с алгебры вышли до шутки в этой и начинают убить себе в грудь и говорить что и vision там или не знаю там фейсбук самая популярная социальная сеть вообще в казахстане там самая качественная аудитория ну да то есть начинает делать заявление которые ничем не подкреплены и самое страшное что клиентам то тоже приходят такие люди какими-то мы жира ими ассистентами и они на одном языке общаются и клиент начинает верить вот через вот эту связь но новых нового поколения клиент начинает верить руководство клиента она же такое как бы интернет ну вот найти он там 100 тысяч долларов на год размещаетесь по фигу клиент дайте нам 100 тысяч долларов но это уже небольшой бюджет я хочу сказать кстати о бюджетах по твоим ощущениям большие клиенты сетевые сколько процентов от общего бюджета уже я могу лежать в интернет от общего ну сильно зависит от лета вообще в целом наверно процентов возьмем fmcg и телекомовские 15 20 часть от бюджета и если там там бюджет 10 миллионов до условно говоря они где-то там там 500 тысяч потратить примерно 500 700 может быть меньше да может 15 или 20 часть то есть если бюджет клиента скажем на всю медику там 5 миллионов то наверное там 1200 на интернет уйдет ну как-то так по моим ощущениям но есть клиенты которые больше с интернетом дружат есть который меньше и самые у нас все эти интересные ситуации что в россии там одна из самых популярных категорий в интернете это автомобилисты у нас почему-то вообще не пройти там как-то размещается не в том на колесах то реклама дешевая ну колес вообще непонятно сайтов и спорную очень ну понятно да что колеса и не очень правильно ориентируются да и они ориентируются на мелких клиентов у них там все хорошо прибыль его туда как бы особо не лезем вот когда тогда исходя из вопроса появляются как скоро в красавице полноценный диджитал кейси можно назвать было именно диджитал с кейс который отвечает всем требованиям да как какие требования вы лично предъявляете к кейсу ну это и самым это и промо сайт это и приложение там и плане его код и баннерки то есть ссылку не интерес и да такой много таких кейсов лично у нас уже было уже не первый год просто не все их демонстрируют показывают а сену вот был там кейс такой яркий на который все заметили ребята не знаю попросили не называть их проводили с вирус сетт хороший такой был данного волга будет много кейсов уже в этом длинокии делали промо сайт снимали тоже видео там он уже проводили герои симбиан там ту же навигацию продвигали очень интересным образом там интерактивная брендированная карта было много хороших кейсов просто не знаю надо как-то их выкладывать наверное куда-то нет особо места в смысле площадки куда это можно выложить вот и ну честно говоря необходимости особо нету то есть ширится с конкурентами не сильно хочется но с другой стороны в россии как происходит там же описание кейсов является неким портфолио для клиентов у нас считаешь у нас как считаешь клиент смотрят на вот эти кейсы обязательно у нас каждый клиент просит что вы делали до этого особенно в медийке это сложно показать нужно не покажешь обычные баннера да поэтому надо это все расписать красиво как это было вот мы сейчас будем такой вам inside небольшой небольшая будет реорганизация у нас будет смена название лично у интернет департамента мы станем полноценной отдельной компании вот и сделаем сайт скором времени должен свои кейсы а ты станут все хорошо вот поэтому ждите отвечая на вопрос если уже были вот на мой взгляд хорошие кейсы уже были и у нас и у конкурентов а кто нас еще на рынке из больших такие ну кто есть там раз два три ну что помимо нас да говорю раз два три очень вот на мой взгляд одни из сильнейших на рынке но не был победить очень хорошо не по медики у них очень хорошая экспертиза там макс шилов который работал в селс хаузе продающим рунет у него очень хорошая экспертиза по рунетным сайтам рус очень талантливый менеджер игру они за год сделали вот такой большой очень скачок честно говоря там по началу года когда они там открывались я не верю что они там вы живут на рынке сколько сколько-нибудь внушительную долю заберут да но то что сейчас вижу это действительно вау есть нас целом рядом и даст интерактив есть диджиталейдж который тоже себя и как селс хаус позиционирует как агентство непонятно общем есть апекс вот это ну и мы ему как бы четверка меняемых агентств диджитале тех по крайней мере тех кого я считаю конкурентами которые могут что-то предложить сейчас белочка кстати очень хорошо показывает но то что я по слухам слышу каких оборотов там они достигли за полгода но они внушают уважение у них есть хороший ресурс конечно там административные и технические там и vision киеве очень много связи наработано и с агентствами с клиентами поэтому сам бог велел не там есть нервы сожигал кстати как ты считаешь насколько это для рынка хорошо ли или еще как какое имеет и влияние то что вот агентство и при агентстве свои свои медиа поэтому это плохо и и когда там два года назад а им же выступали в роли агентства и в роли селс хауса это тоже было плохо и мы с ними много говорили на эту тему сейчас они отошли от такой позиции и позиционируют себя как селс хаус да не могут сделать просчет они не участвуют в тендерах они не борются за клиентов они проводят тренинги и рассказывают про свои ресурсы это правильно и когда там в тендере участвуют диджит алейш да это но на мой взгляд не верно это все-таки селс хаоса нужно продавать рекламу на своих сайтах они не забирать клиентов а потом приходит нам недовольные клиенты горит там вот там сервис плохой там сервис плохой у нас вообще очень много клиентов которые приходят с тем что не получилось сделать других например там разместить рекламу на коммерсанте коммерсантру да ну такая целевая и хотят разместить там ни одно агентство это не сделала и самые сложные задачи к нам приходят в итоге да но влага у нас там есть изобар москва через которых мы это можем все сделать и очень много очень много недовольных негативных клиентов одна из причин почему рынок не растет да вот такой же вопрос если в россии есть ассоциация для активных агентств насколько она нужна и причем давно уже ходят слухи вокруг этого всего дела но пока что-то никто не решается есть там называется интернет ассоциация казахстана да но она сместилась немножко в какую-то там политическую организацию вот такой никого там индустриального комитета то что есть там в медике его не хватает действительно то есть это будет на развитие рынка да ты считаешь не спаялась такая ассоциация как это но это должен быть такой мне кажется закрытый кабинет где люди должны там договариваться ставить какие-то условия и вход туда должен быть сильно ограничен да только профессионалы рынка с доказавшие свою состоятельность да но сейчас сейчас рынок интернет новый и очень важно сохранить некий стандарт да задать высокие стандарты чтобы клиент был доволен в плане сервиса в плане креатива в плане продакшен в плане сроков это прям вообще святая святы мне кажется очень важно сохранить это как то чтобы потому что если клиент пришел в агентство большой клиента он не был доволен завтра он не пойдет даже в другой агентстве или очень тяжело очень скептично с тяжелись плохим опытом он его будет то есть сложнее развиваться рынок будет поэтому конечно хотелось бы чтобы там кто увидит если из больших агентств присоединяйтесь как-то думать вместе потому что клиент недоволен когда его обслуживать не профессионал нужно какой-то рейтинговое агентство или какую-то аттестацию ввести я не знаю то есть отделить мух от котлет смысле есть вот начинающие они есть хорошо есть профессионала вот они есть если клиент там хочет сэкономить но идите к начинающему хотите хорошо все сделать идите как профессионал я же не отрицаю я же не говорю там мы единственные самые лучшие хотя это тогда есть там другие ребята которые тоже делают достойные работы поэтому как бы просто игру нужно какую-то аттестационную политику вести что ли но и либо это просто со временем придет наверное там сейчас все уляжется устаканится как как в медийке да тоже сначала там куски урывали там мне отец очень давно медийки он мне рассказал что там медиапланы рисовали карандашом с линейкой на листах бумаги не было денег на принтер собственно говоря вот так вот все там схемы были бешеные вообще там покупали стулья на каналы вернее там брали стулья у клиента продавали их на канал отдавали канал отдавал временем рекламным время рекламная там отдавалась клиенту часть отдавалась часть продавалась куда-то еще были там вот такие вот сейчас как знаете примерно то же самое происходит вот эти вот взглядом отдавай жахнем да создали сайт какую-то конференцию потянули там километр партнеров информационных, ну это да, это формирующийся рынок. Кстати, интересный момент, мы не знали, что у тебя отец был в традиционной медике, насколько я понимаю, все равно креатив, точнее рынок медики, я просто молод, и не могу сказать, что я там все знаю, но что я увидел, то что все-таки в какой-то момент появилось, по сути, когда все начиналось, были одни и те же рекламщики, они все друг друга знали, там копирайтеры, грубо говоря, бывшие журналисты стали копирайтерами, начали делать деньги, в какой-то момент произошел некий раскол, да, когда поперли уже большие деньги, и вот здесь вот за счет этого раскола рынок не смог перерасти в что-то новое, креативное, из-за того, что не все хотели общаться, дружить, делиться. То же самое сейчас происходит с интернетом, то есть тоже формируется некое ядро, да, кто может что-то делать хорошо, с умом, адекватно, но вот здесь вот вопрос, опять же, не произойдет то же самое, что и было до этого. А раскол произошел, когда сети пришли на рынок, поэтому раскол и произошел там. А, сети. И после того, что она прекратилась, все директора крупных там медийных агентств, они все там засос дружат, а по-другому, потому что не получается. То есть если хочешь выживать, здесь надо договариваться. Так что будем договариваться? Ну, другого выхода не дам. Окей, дальше есть вопрос. И вопрос еще такой интересный, то есть вот по поводу кадров, перевозвращаясь к ним. А, к примеру, в России есть разные курсы, та же самая игра. Да. То есть при основании возможно такое, в принципе, сделать? А сколько школа будет востребована? Да, и ты бы преподавал? Ну, если бы тебя попросили там, я не знаю. Ну, мне кажется, преподавать – это когда уже вот как-то на пенсию выходишь, когда больше сам ничего не можешь делать, надо преподавать. Поэтому я бы, наверное, не преподавал, но там мастер-классы с удовольствием какие-нибудь проловил, да, разовые. Школа, мне кажется, будет популярна. Однозначно будет. Вообще там какая-то медийная школа, она будет популярна, наверное. Но это нужно, скорее всего, делать в форматах, там, набрал группу, привез тренера, делать, иначе не отобьется по деньгам просто. То есть ты считаешь, что в Казахстане, в принципе, тренеры еще и не подходят, да? То есть наши специалисты. Нужно приглашать из России. Конечно, не подходит. Желательно вообще приглашать Европу откуда-нибудь из Запада. Есть школа, она там в нескольких местах, есть в Нидерландах, я даже думал туда поехать поучиться. Двукредичное – digital marketing. Два года ты изучаешь digital marketing, креативные кейсы, там разбивает на группы, там люди с разных стран приезжают. Вот такая очень серьезная. Я удивился, что у меня два года. Я думал, это некие курсы там месячные, да, там два года, причем очень дорого все это стоит. И они развиваются по миру, и там в Штатах есть, и выпускники этой школы, они там уходят в очень крутые компании, потом в глобальные. Поэтому у нас нет такого уровня. Мы сами сейчас там грызем гранит знаний, как бы те, которые находятся в авангарде. Ну да, есть такой момент, когда, ну, что преподается в университетах, то, что утряслось уже там годами, по крайней мере, выработалась некая система, да, по которой все это как-то структурируется. Вот, но с другой стороны, рынок новый, то, что мы делаем, это все, потому что, как бы, все новое, и те, кто что-то сделали, они могут рассказать, что сделали мы, что у нас сработало, что у нас не сработало. И это уже своего рода обучение, чтобы для новеньких следующих это не было, ну, это был некий ориентир, да, то есть, по сути, кто-то идет впереди, мне кажется. Ну, вот, если опять же возвращаться к традиционному меди, да, как все развивалось. Компания строилась на одном человеке. Приходил человек и говорил, там, я вот занимаюсь медийным бизнесом. Нанимал, заработал немножко денег, нанял себе ассистента-секретаршу. Потом секретарша начинает больше и больше делать, начинает вникать, переходит уже в ассистенты, берут следующую секретаршу. И вот поколение нынешних меди-директоров, там, хейдов, это все поколение секретаршу тех самых. Что идите в секретарь. Ничего плохого в этом нету, да, но это просто вот исторически так развивалось. И сейчас это должно развиваться ровно так же, да. Приходишь ассистентом, это лучшая школа, как я говорил, на практике лучше всего изучать предмет. То есть, выучился на маркетолога, приходи, расскажем, покажем, поработаешь, докажешь, будешь работать на хорошей зарплате. Я вот что заметил, сейчас что происходит, молодые специалисты, СММ-специалисты, прям бесплатно не будут работать. Я вот все знаю, как грубо говоря. Ну, потому что мама платит за еду и за квартиру, вот они бесплатно и не будут работать. Потому что за деньгами, в смысле, не гонятся, да, бесплатно это что означает? За опыт, я не хочу сказать, что я имею в виду финанс, денежный эквивалент. Да, то есть, допускай даже не совсем там за ноль, но за какие-то небольшие деньги. С одной стороны, рынок начинаешься и, ну, реально, нет столько денег платить, а то я СММ-чик, платите мне там… Отказываться от работы, в принципе, нельзя, да. Если работа есть, она тебе либо опыт даст, либо деньги даст, либо знакомство даст. Поэтому надо работать, если тебе нечем заняться и ты хочешь развиваться, надо работать. Вот, по-другому не получится. Отказываться – это плохо. То есть, если ты, если ты знаешь, что ты сейчас откажешься, у тебя там еще стоит там очередь из клиентов, ну, отказывайся, да. А если ты знаешь, что ты откажешься и тебе больше нечем будет заниматься, и ты не будешь ничем заниматься, тогда не отказывайся над работой. Вот. Да, хорош, наверное. А я думаю, что если, в смысле, если сделаешь работу для клиента даже за бесплатно, у нас, кстати, очень много таких есть. Даже у нас есть много кессов, когда мы клиенту говорим, давайте мы там баннер бесплатно сделаем или там что-то разработаем бесплатно. Просто для того, чтобы клиент попробовал некий там trial-период или там размещение на каком-то сайте бесплатно. Клиент втягивается, потом начинает платить. То же самое здесь. Да, приходишь внимание. То есть, не только там деньгами измеряется успех в работе, да. Есть еще там и лояльность клиента, и дружба. Клиент может познакомиться с другими клиентами. У нас очень много такого было, да. Клиент доволен, потом от него звонят, говорят, а вот нам то же самое хотим. Есть другой, да, сфера важна бывает? Так что дружить с клиентами. Клиенты – это хорошо. Большие клиенты дают больших. Их хороших друзья – большие друзья. Да, в гостях был Михаил Вареницын. А сейчас скажу, кто. Прямо, чтобы правильно. Руководитель интернет-департамента группы компании Aegis. Aegis – это мировая сетка. Мировая. Расскажи про Aegis, кстати. Ну, что, что, да. Глобальная сеть медийных агентств, которые там в очень многих странах есть. Но самое главное, которой принадлежит другая сеть цифровых агентств, которая называется Isobar. И вот, собственно говоря, Isobar в Казахстане мы здесь и приставляем. А, окей. Кстати, после смены ваше название Isobar это так же и остается? Скорее всего, да, будет приставка просто, то есть название Isobar. Это так, в принципе, во всем мире это делается. То есть в России он называется, там, Adwatch Isobar. Ага. В Голландии называется, Glui Isobar. И только лишь в Лондоне он называется просто Isobar. Кстати, а как вы вышли на них или они на вас? Они на нас. А они на вас сказали, нам нужны ребята? Партнеры, да. Нам нужны партнеры. И они же так пришли в Казахстан. Окей. А как они вас нашли? За что они? Вы уже отработали? Ну, на тот момент там… Опять же, да, это все не с диджитал началось, а с медийки. Ага. Вот. Ребята пришли, искали партнеров там на рынке, нашли пятый этаж. Все пошло, поехало. Понятно. Ну, будет куда сбор, да? То есть они смотрели другие, да, агентства? Ну, да. Другие агентства, кто-то слабее, кто-то уже в сети. И пришли к выводу, что вот с пятым этажом хорошо было посотрудничать. А до этого там пятый этаж был частью… ну, собственно, Грей был. Потом Грей ушел в ДАС, и Эйджис пришел на место, да, там, народ стал работать в Эйджис. Ну, это такая длинная история. Мы сейчас запустим еще сайт Эйджиса, скину ссылку, почитайте потом все. А как скоро сайт будет уже примерно? Как работа кончится, коммерческая, так и займемся. Да, работа коммерческая, вот, займемся. Вот. Ну, все, у нас как-то, по-моему, просто хорошая беседа, очень понравилась, очень много интересного. Так, спасибо большое. Все? Спасибо. Всем нам пока. До следующей встречи.